Вид учебной деятельности, он же элемент, он же активность в виде задания, представляет собой виртуальное пространство, в котором студенты могут представить свою работу для преподавателя, чтобы он оценил и разместил свой отзыв. Это позволяет экономить бумагу и является гораздо более эффективным, чем электронная почта. Этот вид деятельности может быть использован также для напоминания студентам о реальном мире, о заданиях, которые они должны выполнить в автономном режиме, в офлайн, такие как создание произведений искусства, например рисунок, живопись, а может и хореография, скульптура и так далее. И следовательно, этот вид деятельности не требует какого-либо специального цифрового контента. Правда, в последнее время эти произведения мы можем быстро оцифровывать, например, при помощи мобильных телефонов и отправлять записи с результатами своего творчества в виде файлов на проверку. Например, запись устного выступления или запись задания, выполненного по флористике. Добавление задания Перейдите в тот курс, где вы хотите создать задание. Включите режим редактирования. И в разделе, где вы хотите разместить задание, нажмите кнопку «Добавить элемент». В списке элементов нажмите элемент «Задание» и нажмите кнопку «Добавить». Если вы хотите изменить существующее задание, нажмите на ссылку «Изменить» на его правой стороне и выберите действие меню, которое необходимо принять, например, редактировать настройки. Параметры задания. Общая информация. Дайте название заданию, которое студенты будут видеть. И при необходимости дайте его описание. Если вы хотите включить отображение описания на странице курса, включите этот флажок. Дополнительные функции. Здесь вы можете добавлять файлы, которые могут быть полезны для студентов. Например, для того, чтобы помочь им выполнить свое задание. Например, образцы ранее выполненных заданий или их шаблоны с ответами. Нажмите «Разрешить выполнение задания». Эта настройка ограничивает студентов от размещения заданий до установленной даты, но не скрывает само задание или любые инструкции или любые материалы к нему. Последний срок сдачи. Материалы будут по-прежнему видны и после этой даты, но будут показывать студенту сообщение об истекшем сроке давности. Отключите эту настройку с помощью вот этого флажка. Задания без даты будут отображаться на приборной панели сообщением без срока ограничения. После этой даты студенты не смогут представить задание и кнопка отправки задания исчезнет. Если вы хотите предоставить отсрочку, перейдите в режим «Просмотр оценка всех ответов», нажмите меню «Редактировать» и выберите «Разрешить продление» для соответствующего студента. Здесь вы можете решить, как вы хотите, чтобы студенты представляли свое задание вам как преподавать. Но есть примечание. Если представления и комментарии включены на сайте в режиме администрирования плагины, модули активности, задания, то студенты будут иметь возможность добавить примечания к своему заданию для преподавателя, для учителя. Студенты вводят свои ответы непосредственно в систему Moodle с помощью текстового редактора. Например, в редакторе АТО, который автоматически сохраняет текст через регулярные промежутки времени. Это очень важная и удобность для студента. Можно установить лимит слов при введении текста онлайн. Онлайн преобразован так, чтобы учитель мог использовать аннотирование непосредственно в задании студента. Максимальный размер файла. Максимальный размер загружаемого файла относится к каждому файлу задания студента. Он не может быть больше, чем это установлено в настройках курса преподавателя. Типы отзыва. Отзыв в виде комментариев. Если этот параметр включен, то преподаватели могут оставлять комментарии и для каждого задания, которое появится на экране оценки заданий. Ведомость с оценками. Это бывает полезно, если вы хотите загрузить список оценок и редактировать его в программе, например, Microsoft Excel. Но эта функция еще не работает для неанглоязычных пользователей, и поэтому они нами подробно не рассматриваются. Отзыв в виде файлов. Он позволяет загружать файлы задания вместе с отзывами. Эти файлы могут включать сами студенческие задания, документы с комментариями, заполненные преподавателями как ведомость, или в виде устный акустический отзыв от преподавателя. Встроенный комментарий. Это позволяет непосредственно комментировать задания в виде онлайн-текста. Если вы хотите получить заявление по всему сайту, то учитель или преподаватель не будут иметь возможность настраивать эту опцию. Но студент все равно будет видеть этот оператор при размещении их заданий. Разрешать новые попытки. Если настройка требовать, чтобы студенты принимали условия предоставления ответов, включена, то студенты могут подать задания только один раз. Вы можете включить настройки. Разрешать новые попытки вручную и открыть их затем для студентов повторно, если вы не будете их изменять. Но если выберете вариант автоматически до проходной оценки, вы даете им повторную пересдачу, пока они не получат эту проходную оценку. Максимальное количество попыток. Здесь вы можете решить, сколько попыток разрешить для повторной пересдачи. Например, студент должен продолжать пробовать, пока не получит минимальную проходную оценку. Но вы можете решить ограничить эти попытки, даже если они еще не получили проходной балл, или вообще запретить им повторные попытки навсегда. Настройки представления работ группы. Эти параметры позволяют студентам объединяться на одном совместном задании. Например, работая в той же теме онлайн, или с файлом, редактируя и повторно загружая его, например, в Microsoft PowerPoint в общей области заданий. При оценивании учитель может выбрать или дать общую оценку, или дать отзыв для всех студентов в группе, или давать индивидуальные оценки и отзывы для каждого члена группы. Групповой ответ студентам. Студенты в группе по-прежнему могут размещать задания, если это не настроено администратором сайта в меню «Администрирование», «Плагины», «Задания», «Параметры задания». Мудл будет отображать сообщение, что вы не являетесь членом какой-либо группы. Пожалуйста, обратитесь к своему учителю. И студент не сможет представить это задание. Требовать, чтобы все члены группы представили ответы. Эта настройка будет отображать только тогда, если учитель выставил галочку «Требовать нажатия кнопки отправить ранее». Задание не будет классифицироваться как представленное, пока все члены группы не внесут свой вклад. Как только один студент представил свое задание, остальные члены группы смогут увидеть, кто еще должен его представить. Поток из групп студентов. Если конкретная группировка, поток здесь выбрана, то журнал оценок будет отображать все другие группы и не сгруппированных студентов, в том числе в группе по умолчанию. А названия группы, которые находятся в выбранной группировке, тоже будут показаны. Если никто не выбран, то журнал оценок будет отображать имена, фамилии всех участников групп и можно поставить не сгруппированных студентов по умолчанию. Оценивание вслепую скрывает личности студентов от оценщиков, как и ранее. Настройки оценивания вслепую будут заблокированы после того, как будет представлен ответ или выставлена оценка по этому заданию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова